Если вы хотите быть в курсе событий, происходящих в Одессе и в Украине, то вы смотрите нужное видео и нужный канал. Спасибо за лайк и подписку. Поздно вечером, 5 октября, появилась информация, что есть фиксация запуска дронов Камикадзе с разных направлений. Также отмечаются запуски дронов Камикадзе с Приморско-Октарска и мыса Чувуда-Крым, вектор полета южной регионы Украины. Также сообщалось, что если вектор полета не изменится, то возле Одессы ударные беспилотники будут примерно в 22.30, в 23.00. Около 22 часов у нас в Одессе звучит воздушная тревога и поступает информация, что дроны Камикадзе уже находятся в воздушном пространстве Одесской области. Часть залетает в воздушное пространство Одесской области со стороны Николаевской области, а часть летит со стороны Черного моря. Затем по поступающей информации становится понятно, что те дроны, которые летят со стороны Черного моря, летят в сторону Измаила. А те дроны, что находятся в воздушном пространстве Одесской области, со стороны Николаева, летят транзитом в сторону Вениской области. Но примерно минут через 30-40 информация обновляется и меняется. Дроны Камикадзе разворачиваются на Одессу со стороны моря и со стороны суши. Расстояние до Одессы постепенно сокращается. До Одессы 30 километров, 20, 10 и в начало 12 ночи у нас в Одессе слышна канонада работы ПВО. Дроны Камикадзе заходят на Одессу с разных сторон. В Одессе периодически слышна мощная канонада работы ПВО, иногда слышны достаточно мощные взрывы. 23 часа, 25 минут поступает непроверенная информация, что в Одессе есть прилеты. Буквально через 2 минуты информация меняется. Есть прилеты в регионе. В 23.30 информация такая. В Одессе продущал сильный взрыв. Есть прилет. С юга заходят еще несколько групп тронов Камикадзе. Добавлю от себя, что взрывы были не сильные, а очень сильные. Поступает информация, что и в Одесской области, и возле некоторых населенных пунктов идет активная борьба с дронами Камикадзе. Там слышна канонада работы ПВО. Опять шахеды заходят на горы с разных сторон. Опять слышна канонада работы ПВО. Сообщается, что прилетов много и в Одессе, и в области. Поступает информация, что в воздушном пространстве над Украиной достаточно большое количество дронов Камикадзе. В 23.40 в Одессе продзвучало несколько мощных взрывов. В 23.41 поступает информация, что к местам прилета срочно едут скорые помощи. В 23.45 информация такая. В воздушном пространстве над Одессой пока чисто. Но на подлете новые группы дронов Камикадзе. Немного позже опять слышна канонада работы ПВО в Одессе. Опять идет воздушный бой с подлетевшими дронами. 23.50 опять слышна канонада работы ПВО. Опять мощный взрыв. Опять дроны Камикадзе на подлете к городу. Пока никакой информации о том, куда были прилеты, что разрушено и сколько человек пострадало, не поступало. Периодически в Одессе слышна канонада работы ПВО и взрывы. В 23.55 поступает информация, что в Одесской области есть еще несколько групп дронов Камикадзе, которые летят сложными траекториями, иногда разворачиваются в сторону Одессы. По крайней инфе, дроны Камикадзе летят со стороны Белгородистровского в сторону Одессы. Воздушные бои над Одессой идут с интервалами примерно уже больше часа. Начало первого ночи 6 октября информация такая. Последние дроны Камикадзе над Одессой заходят на школьный аэродром. Опять слышна канонада работы ПВО и громкий взрыв. Затем нам сообщают, что в воздушном пространстве Одессы и Одесской области чисто. Дронов Камикадзе больше нет. Опять поступает инфа, что после последней канонады и взрыва есть прилет. Более подробная, полная и развернутая информация о бомбежке Одессы появится ближе к 9 утра, с которой я вас постараюсь по возможности ознакомить. Это были главные новости из Одессы. Моим дорогим соотечественникам и землякам. Мирного неба. Всего самого наилучшего. Берегите себя, дорогие мои. И даст Бог. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok